Захотелось мне выпустить новый видос про вторую версию голосовки пораньше, поэтому она готова не полностью, но уже стреляет. Первое, что я хотел переделать, это вот этот узел. Под этой крышкой должен был быть установлен вот такой соленоид. Его задача подавать снаряды в ствол из магазина. Но, как вы уже заметили, работает данный соленоид на втягивание. Получается, что полезную работу должна совершать пружина, которая тут, мягко говоря, слабовата. Не, я, конечно, мог бы использовать соленоид помощнее и поставить соответствующую пружину, так как соленоидов на толкание у меня нет. Но это сильно увеличило бы размеры, поэтому остановимся пока на ручной подаче. Это будет либо скользящий затвор, либо по типу пистолетной рамы. К этому еще вернемся. Тиристоры будут использоваться как в первой версии. Хм, 31, 33, 34. Если что, обменяю 81 на 32. Конденсаторы и преобразователи такие же. Все отличия только в размере снаряда, но и катушки, естественно, переделаны под него. Корпус преимущественно собран на винтах М3 на 16, которые крепят боковые панели с двух сторон. Так что их можно снимать по отдельности, что очень удобно. Но для большей жесткости в некоторых местах все же стоят длинные винты, которые крепятся с обратной стороны гайкой. Поэтому разборка начинается именно с них. Для установки всей внутрянки требуется снять только одну панель. Она будет как бы крышкой всей электроники. Нижнее основание. Аккумуляторы можно перемотать и отложить. Крепление данного конденсатора позволяет его установку даже при наличии только одной установленной панели. Так он не будет мешаться при монтаже проводки и не будет болтаться потом. Одним из самых важных элементов является вот этот диод. Он защищает конденсатор от зарядки обратным током. Так как конденсаторы электролитические, то заряжать их нужно согласно полярности. Если нет, то в лучшем случае он станет хуже работать, в худшем – рванет. Без этого диода после разрядки на конденсаторе было минус 80 вольт. Конденсатор имеет винтовые клеммы, поэтому монтировать все нужно через специальные клеммы или шайбы нужного размера, которых у меня нет. Поэтому буду делать их из обычной медной проволоки. Если такой проволоки нет, но есть эмалированный провод, то изоляцию можно сжечь, а остатки зачистить металлической губкой. На выходе получается идеальная чистая медь. Ну так вот, спираль потом просто разрезается на колечки. Они вешаются на винты, после чего сверху напаивается диод. Выводы потом подрезаются до колец. А вот снимать изоляцию на катушках предыдущим способом не стоит, лучше аккуратненько все снять надфилем. Длины в 5 мм будет достаточно. На гаусовке установлены три катушки, и их необходимо как-то коммутировать. Они должны включаться в определенный момент. А узнать об этом моменте помогут датчики. По сути такой датчик это просто окошко. Когда снаряд пролетает мимо, он прерывает световой поток. Соответственно, нужен приемник и передатчик. Слева инфракрасные светодиоды, а справа фототранзисторы. Такие же используются в дешевых датчиках приближения. На данном датчике установлен компаратор в виде микросхемы LM393, который превращает аналоговое значение яркости, которую выдает фототранзистор, всего в два состояния – темно, светло. Это сильно упрощает работу, так как не приходится оцифровывать сигнал на микроконтроллере. Плюс эта операция занимает много времени, что сказывается на быстродействии всей системы. Снаряд мог бы пролететь и не быть замеченным. А еще на компараторе можно собрать самый простой сумеречный датчик. Порог срабатывания настраивается потенциометром. С Алихией я взял 50 компараторов, так что потом разведу свои модули. Ну а пока буду использовать эти. Светодиоды фототранзистор снимаю, так как будут использоваться другие и подключаться они будут проводами. Модули лепятся на двухсторонний скотч. Выводы дип-компонентов будут мешать и их нужно убрать. Просто подрезать их не выйдет, все равно останется слишком много. Самое крутое решение в данном случае это сточить ножки. Плата оборачивается в малярный скотч, точить можно сразу через него. Напильник будет просто скользить. И в итоге контакты по высоте будут чуть меньше толщины скотча. То есть почти вровень с платой. И фототранзистор и светодиод имеют полярность. Определить ее можно по внутреннему устройству. По длине ножек и по скосу на корпусе. Чтобы потом не путаться где что на корпусе датчика оставлю пометку. У фототранзистора длинная ножка это эмиттер, а короткая коллектор. Скос со стороны коллектора. У светодиода длинная ножка анод плюс. Короткая катод минус. Скос со стороны катода. Корпус прозрачный, поэтому проще всего ориентироваться по внутреннему устройству. Мелкий контакт это плюс. Корпус устанавливается с помощью клея. Ну и можно проверять. В нормальном состоянии такой датчик выдает единицу. Так как весь световой поток полностью доходит до приемника. Как только снаряд долетает и перекрывает, на выходе ноль. Настройка чувствительности здесь не так важна. Так как снаряд ходит в стволе без зазоров. Но очень хорошо что она есть. Тиристоры будут стоять вот здесь. Под конденсатором третьей ступени. Рядом расположится высоковольтный преобразователь. Все компактненько. Преобразователь построен по схеме ZVS драйвера. Крутая штука. Надежная, мощная схема. Бонусом конкретно этого преобразователя то, что у него есть отсечка по напряжению. То есть он зарядит конденсатор до определенного напряжения и отключится. Минус, у него общая земля. Поэтому гальваническую развязку сделать не выйдет. У меня есть и свой преобразователь по классической схеме. У него есть гальваническая развязка. Но нет контроля зарядки по напряжению. Кроме того, покупной меньше. Поэтому буду использовать именно его. На Али их выпускает небольшими партиями по 10-20 штук. В этот раз я купил последний. Так что поглядывайте там, когда завезут. Только не заберите все. Мне еще третью версию галусовки строить. Потом свой преобразователь тоже сделаю с контролем по напряжению. А исходниками поделюсь с вами. Тиристоры леплю на двухсторонний скотч. Такой монтаж нравится куда больше, чем термоклей. Все аккуратнее и демонтировать в случае чего проще. И не приходится нитки от термопистолета отовсюду снимать. Преобразователь тоже крепится на скотч. С обратной стороны это выглядит не слишком презентабельно. Но панели я могу в любой момент покрасить. А вообще хочу на боковых панелях выгравировать имена или ники тех, кто поддерживает канал. На этой же стороне расположил батарейный отсек для системы спуска тиристоров. Сверху он вровень с конденсаторами и не сильно выпирает. А вот теперь интересный момент. Первая катушка будет управляться вот этим теристором. Вторая этим, третья этим. Выходит, что провода самой дальней катушки идут к дальнему теристору. Но почему так? Из-за того, что первая катушка больше и соответственно имеет большую индуктивность и больше сопротивления, то через нее потечет меньший ток, чем через вторую и тем более третью. Поэтому подключить ее можно длинными проводами, это будет не так критично. Решил по-быстрому накинуть провода и проверить первую ступень. Питать я ее буду пока от конденсатора второй ступени. Ну вот, вроде готово. Проводов совсем немного. Сетевой провод использовал только для теста, потом будут другие. Первый запуск необходимо проводить максимально аккуратно. Поэтому за напряжением на конденсаторе буду следить с помощью мультиметра. И не забываем про защиту. Наука! Вот такими щупами легко можно зацепиться за вывод диода, который висит параллельно конденсатору. И вот тут всплывает такой очень интересный нюанс. Потенциометр, которым настраивается напряжение, находится не в очень удобном месте. А при выразователе я уже примониторил на солидное количество скотча. Но в этот раз я оказался чуть более удачлив, чем умен. Поэтому к потенциометру можно подлезть сверху. Ровно через контакты фототранзистора. Более того, так даже удобнее. Отвертка сама держится и работает как ручка. По паспорту данные конденсаторы могут выдержать еще 10% сверху их номинального напряжения. То есть их можно зарядить до 495 вольт. Но играться с этим не стоит. Отключаю мультиметр, чтобы его не выбило. Подключаю батарейку, нажимаю кнопку и... Ничего не происходит. Потому что кнопка имеет нормально замкнутые контакты. То есть она как бы сразу нажата, а если нажать, контакты размыкаются. В общем она тут не подходит. И как назло, все кнопки, которые у меня остались, именно такие. Поэтому ее пришлось отрезать и замыкал я провода напрямую. Ну и один маленький опыт. Странно, почему цепочку откидывают? На самом деле нет. Магнитное поле появляется только на короткий промежуток времени. Поэтому как только оно пропадет, натянутая цепочка отлетает обратно с приличной силой. После 20 тестовых выстрелов, терристор, трансформатор и ключи преобразователи холодные. Катушка еле теплая. Теперь надо на снаряде проверить, наверное. И чтобы все было чуточку безопасней, надо сделать все чуточку удобней. Пока поставлю вот такой переключатель. Пулеловителем будет коробка, набитая пакетами. А за ней непробиваемая преграда в виде скейтоза. Камера прекрасно справляется со своей задачей. Поэтому звук не такой впечатляющий. Так как она его просто выровняла. А вот меня слегка контузило. Ну и для сравнения первая версия. По сути они сейчас на равных. Компоненты одни и те же. В работе одна ступень снаряда одинаковой формы. Но сразу видно, что вторая версия мощнее раза в два. Как и по расчетам. Наука! Картон не прошит, так как используются чисто цилиндрические снаряды. Для первой версии у меня есть заострение. Попробуем его. Вы наверное разочарованы. Не пробить картон. В упор. Картон в этой коробке очень плотный. Плюс коробка не зафиксирована. Снаряд вытаскивается с усилием. Напомню, эта версия пробивает алюминиевую банку насквозь. Так что примем за истину. А если стрелять не в упор, то у снаряда больше шансов сыграть и отрикошетить. Вот поэтому в упор. Ну и еще один контрольный. Вошел глубже, чем первый. Вторая версия с такими бы снарядами наверняка бы прошила. Но пока что у меня есть только обычные цилиндры. Все работает, можно собирать силовую часть дальше. Я буду использовать вот такие провода в силиконовой изоляции. Те, что потоньше слева, пойдут на зарядку конденсаторов. Потолще справа, силовые. Очень удобно, что провод третьей катушки сам дотягивается до конденсатора. Чем меньше соединений, тем лучше. Все три конденсатора заряжаются параллельно через диоды. Для этого была сделана вот такая аккуратная косичка. Земля у конденсаторов общая. Ну вот как-то так. Зарядка происходит за 9 секунд. По сути можно и за полсекунды. Но конденсаторам это может не понравиться. Запускать снаряды очередями я не собираюсь. Поэтому время перед зарядкой меня более чем устраивает. Ну и проверка всех ступеней на колечке с цепочкой. Работает. Чтобы к этой штуке можно было применить слово «безопасность», хотя бы в кавычках существует эта система. Для того, чтобы тиристор открылся, необходимо на управляющий контакт относительно катода подать высокий сигнал. Для срабатывания вполне хватает напряжения такой батарейки. На самом деле это микрошаг к гальванической развязке управляющей и силовой электроники. Но все портит преобразователь с общей землей. Управлять тиристорами можно и напрямую с микроконтроллера. Тогда зачем это тут? Дело в том, что если произойдет ошибка, то Гаусс может выстрелить. А на этапе первых тестов ошибки могут быть. Такая же система стоит и на первой версии. В данном случае, если вытащить батарейку, то подавать сигнал будет нечему. Выходит как простейший предохранитель. Цепь-тиристер-батарейка управляется с помощью оптопара. К примеру, PC-817. Сейчас таких под рукой нету, поэтому заколхозим из уже знакомых компонентов. Вот вам и демонстрация гальванической развязки. Сигнал передается без проводов, можно взаимодействовать с высоковольтной стороной и не бояться удара током. А если обтянуть термоусадкой, получится плюс-минус закрытый оптический канал. И оптопара готова. Ах да, так как голосовка будет на микроконтроллеры, то совсем не важно, как работает кнопка. Ее можно инвертировать программно. Поэтому ту, что не подошла для теста, можно смело устанавливать. За кадром установил платки к компаратору. Проверил. Работает. А теперь то, с чего начиналось видео. Подача снарядов. Я все-таки остановился на таком виде затвора. Работает он не очень плавно, но намного лучше, чем его первая версия. Та не работала вовсе. И я внес пару изменений. А есть еще запасной вариант. Во. Никогда не подводило. А вот так выглядит перезарядка одной рукой. С помощью затвора снаряд выставляется в нужную позицию относительно катушки. Ну и куда без фланги Пикатинни, о которой я говорил в конце прошлого видео. Я ее сделал. Она крепится прямо на ствол. Не знаю, насколько это будет удобно и сколько прибавит точности, но мы это обязательно выясним. Итак, силовая часть сделана, датчики положения снаряда установлены, первая ступень протестирована, и она реально в два раза мощнее первой глусовки. В следующей части установлю микроконтроллер и подключу остальные ступени. Проверим, что эта штука может. Огромное спасибо этим людям за поддержку канала. Их ники будут выгравированы на корпусе глусовки. А на этом у меня все. Не стесняйтесь подписываться. Еще увидимся. Огромное спасибо.